Ужаты до нескольких паромных переправ, которые постоянно находились под ударами ракет противника в ежедневном круглосуточном режиме. С соответствующими потерями, что при доставке боеприпасов и пополнении на плацдарм, что и при эвакуации с этого плацдарма всего, что необходимо эвакуировать. Но, подчеркиваю, если бы речь шла о возможности стратегического наступления, за него можно было держаться зубами и удерживать очень долго. Да, с потерями, но решать проблему. Ну, извините, Херсонский плацдарм оставлю. Все нижнее течение Днепра, которое контролировали наши войска, оно оставлено в руки противника. Весь западный берег Днепра, соответственно, он намного выше, чем восточный, он передан в руки противника без боя. А занят он был, опять же, без боя, с налета, как говорится, стремительными движениями колонн российских, десантами. То есть, ну, как это выражается на жаргоне, он взят был на халяву фактически. Но оставлен также он противнику на халяву. Теперь, повторно, учитывая масштаб происходящих сражений, учитывая количество людей и техники, которые за 9 месяцев ввели в строй, бывшие и уважаемые киевские партнеры, повторение подобного просто невозможно. Не удастся с налету, прорвав фронт или вообще не прорвав фронт, а фактически действуя, не имея против себя сил противника, захватить эти мосты и снова создать такой подздорог. Извините, под Бахмутом сколько? Уже 5 месяцев идут сражения. Сейчас за любую деревню, за любой населенный пункт возникают ожесточенные бои, когда наши войска пытаются продвинуться вперед. Причем бои местного значения, но они в любом случае выливаются фактически во встречные сражения с атаками и контратаками противника, с ударами и контрударами, с взаимным артиллерийским огнем, контрбатарейным, с ударами авиации взаимными тоже, потому что противника авиация вполне себе сохранилась. Вопреки всем заявлениям нашего Коношенко, как бы его помягче назвать, и снова захватить такую огромную территорию, снова взять город областного значения, снова захватить переправы, которые мы еще и взорвали при отходе, это невозможно. А это говорит о том, что действительно, и противник, я подчеркиваю, тоже анализируя действия наших войск, тоже, скорее всего, сделал на этом акцент при анализе. Параллельно с возведением линии Суровитина, как я ее называю, не знаю, Суровитин ли был ее, как говорится, автором, или ему свыше продиктовали, что укрыться за оборонительными сооружениями и не отсвечивать. Но параллельно с оставлением Херсона, это да, говорит о том, что с вероятностью 90% российские войска не собираются производить стратегических операций, как минимум, на правобережье Днепра. А без операций на правобережье Днепра победа над Украиной, окончательный разгром ВСУ невозможно. Видно, что ВСУ граждане Херсона, это уже наши граждане, встречают прям вот радостно. Вопрос, ведь цели спецоперации, демилитаризации, денацификации Украины, они остались. Где они остались, кто об этом сказал? Песков сказал. Тогда, недавно? Недавно, да. Я вообще Пескова стараюсь не слушать, вот Пургу ведь несет, президент еще.